Ну-ка, ну-ка, Валерий Константинович, здравствуйте, у вас Сергей Плодовых по 200 рублей. А если... А кто... У меня вопрос задают, ребята, это по теме. Кто-то не смотрит вебинар, а просто задает вопрос. Внимание. Прочитаю письмо, оно по теме. Валерий Константинович, здравствуйте, у вас черенки Плодовых по 200 рублей, это я стал читать по этому. Я не могу показать вам письмо на экране, потому что там полно чужих телефонов. Если у вас есть минимальное количество черенков в пределах одного заказа, можно ли разные сорта брать, допустим, 10 черенков разных сортов? А кто-то думает, что я по 10 черенков одного сорта? Нет. Минимальное количество 10 черенков, пусть будет все по одному. Ну, например, там, груши. И Лада, и Воронежская, и нарядный Фима, и память Яковлева, и ТТТ, и Осенняя Яковлева, и Средняя Русская. До 10 это минимально. Пожалуйста. А человек, многие это как-то читают каталог, и им кажется это. А кто-то думает, а может быть он понял, что 10 штук всего за 200 рублей, то есть по 20. Нет, этого я никогда не допущу. Почему? Я калечу деревья. Если он подумал так. А скорее всего он подумал, что 10 штук спрашивает, можно разных сортов? Можно. Так, идем дальше. Жаль, что он не смотрит на шею. А может смотрит. Итак, сейчас мы с вами почти час проговорили. Сейчас я приду в себя. Очень быстро говорю, надо бы помедленнее. Значит, об чем? Я еще раз показываю свою яму, которую нельзя называть выгребной, потому что оттуда ничего выгребаться никогда не будет. Таких ям за 40 лет было больше двух десятков. Там, где возле них росли деревья, они выросли до гигантских размеров. Я вам показывал. Так? Вот. А самое главное, почему я вам сейчас показываю. Это вопрос принципиальный. Я надеюсь, что когда-то он дойдет до самого верха. Сегодня, как везде и всюду. Это касается и медицины, и садоводства касается. И везде только. Речь идет купи, 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 купи. Только включите телевизор. Реклама бесконечная. И здоровье вам обещают. И все, что угодно обещают. Вот. И возвращаясь к этой теме. Почему? Вот смотрите. И так. Я, не подходя на 100 метров ни к одной машине, задолжал. Нет, не государству. Вот этой частной лавочке, которая приучила людей. Приучали подло, нагло. Не это. Не будете платить за мусор. Мы его с удовольствием забирать у вас. Да? Вот. Мы вам будем отключать электричество. Приучили людей. Меня не приучили. Я к чему говорю. Я уже задолжал. 3910. Скоро будет 4000. Потом меня вызовут в суд. Для чего мне нужен суд? Я утверждаю, что 95-98%. Исключение только стеклотара и пластик. Вот. Но я в деревне пиво не пью. И в стеклянной посуде газорок тоже нет. Пластик прекрасно сгорает на костре. Итак. Все в этой яме. Одна органика. А органика вывозить ее из... Пусть это как бы, ну, сельскохозяйственный дом, сельскохозяйственный участок. Вывозить отсюда органику. Это преступление. Раз. Против человечества. Потому что они отсюда повезут на эти же... На ядовитой свалке. Знаете, да? Вот. Это, значит, взятое из оборота. В виде бумаги, в виде отходов пищевых. В виде консервных банок, которые... А это ценнейшее железо. Все, что коррадирует, все, что гниет, это ценнейшая вещь. Я сейчас не хочу вам рассказывать, что такое... У нас атмосфера, это практически весь азот. Азота почвы не хватает. Вся атмосфера, 80% азот. Он... Ни одно дерево, ни одна молекула не контактирует с этим... С газообратным азотом. Это знают все. А уничтожить органику, потому что вот они листья, видите, вверху, зелёные? На снимке. Это они усваивают азот. А они... И тогда это всё уходит в почву. А мы оттуда вынимаем и на мусорные свалки, которые становятся канцерогенными. Ещё раз. Я не могу обойти эту тему. Не могу. Только по телевизору было сказано. До 30-го года... А уже один раз обманули. Вот. Будут созданы производства по утилизации 40% вот этих городских свалок. До 30-го года. А их колесь удувается. Вот. Страшные это вещи, ребята. И никуда они не денутся, потому что всё это превратится куда? Правильно, в газ. И будем дышать этим. И всё это опять. Это высокотехнологичное затратное производство. И оно... А почему мы не можем большую часть сейчас складировать в это? И вот, знаете, был один оскорок. Якобы туда органику, ещё раз говорю, бумага, банки эти самые, из-под этих консервов. Значит, пищевые отходы, всё, что упадёт туда, всё это органика. Оказывается, даже чуть ли не нельзя. И чего я жду? Я жду, когда меня вызывают в суд. Вот. Я знаком с несколькими этими телеканалами, которые ко мне дорогу забыли. Но здесь особый случай. Попрошу их присутствовать на суде, где меня будут изымать эти деньги. 3900, а к тому времени это, может, 4, 5, 6 моих денег. Я на пенсии живу. Всё, что зарабатываю, раздаю людям. Это отдельный разговор. Но мне интересно, чтобы превратить эту самую судебную, как это называется, историю, превратить, чтобы это вот там, где место для подсудимого стало трибуной. Чтобы вот это вот прозвучало на всю страну. Потому что сколько можно вот это вот. Только ради того, чтобы с нас, с каждого из нас изъяли эти деньги, и кто-то это миллиарды положил в карман, закупил импортные машины. Каждая деревня. И везде, мать-то, я. Да выкопай-то, да сложи-то. Она же, ведь я пробовал всё. Я выкапывал через 5 лет после того, когда закапывал. Нету никаких отходов. За 5 лет живность подземная перерабатывают до нуля. Чистая гранулированная земля. Я иду дальше. Я на глинитую почву... Глина – это, конечно, не мусор. Но я никогда не говорю то, что не пробую. Я на глинитую почву сажаю деревья. Яблонь, они самые выносливые. Вот. Проходит несколько лет. Сажаю в глину. Через несколько лет я так... Получилось, надо было это... Спилить, выкопать. Дорогу, трактору. Ну, не проехать. Нету глины. Нету. Та же чёрная гранулирует земля. А сколько дури связано с этими советами. Чтобы это... Несколько кубов глины надо извлечь, заменить на эту. Вы попробуйте лопаты. А нас это заставляют делать. Вот в таком мире мы живём. Ну, ещё раз говорю. Главное – золотой телес. Кто-то зарабатывает на этом миллионы, миллиарды. А кто мне запретит? Вот интересно, будет суд? Я вот это вот написал. У меня наболело, ребята. Якобы запрещено. Якобы. Якобы я не имею права сюда ничего кидать. Я точно не знаю. Ну, если я так... Комментарии подношу. Вы что, с ума сошли? Запрет. Вы что, вас же судить будут? Я жду сюда. Я хочу сюда. Я хочу, чтобы телевидение посмотрело это. Чтобы по всей стране разошлось. Ну, и сколько можно жить в стране дураков? А это не в стране дураков? Это 9-й район. Тут мои родственники живут. Зачем белили? И у меня, что это, я... Ну, вы знаете, миллиарды деревьев белят. Ну, зачем? Ну, что, заняться нечем. Бордюры белят. Они потом, вот, смотрите. Это осень. Весной бордюры были чисто белые. Зачем их белили? Вот эти бордюры. Вот их красота. Ну, ладно, покрасили эти оградки. Зачем вот эти деревья побелили? Их миллиарды. И тогда, у меня пару дней назад это было, случилось такой случай. А у меня ничего случайного не бывает. Итак, вначале я в автомастерской. Потом, значит, я выхожу из автомастерской. Меня догоняет бригадир. Так? Бригадир. И говорит, я вас знаю, вы этот самый, железный. Слава Богу, хоть кто-то меня помнит. Ладно. У меня погибли, внимание, вот три подряд случая, в течение часа. Часа, одного часа. Так сложилось. Валерика Сельсов. Ну, может, он меня не назвал. Валерика Сельсов. Ну, короче, я знаю вас, вы этот, садовод, т, 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 т. Значит, у меня погибли все взрослые яблони. От чего? Ну, я вам объясняю. Если вы их специально не калечили, они погибают от этой неведомой болезни, от бактериальной болезни. Вот. И от нее спасения нет. Но я говорю, на будущее, я говорю. А он у меня смотрит, внимательно, вот ее мне понравилось. Что очень внимательно. Я говорю, и спасения от нее полного нет. Но если дерево растет, и к нему не подходить с пилой, с ножом и секатором, оно хотя бы 5-10 лет дает урожай. Это мои наблюдения. Я же, впрочем, сада влачу. Вот. А если стоит только видоскопедык отрезать, он, а, так вот в чем дело. Наверное, это, сразу кто-то заносит на открытые раны этот, ну, он имел в виду грибок, я говорю, бактерии, бактерии на открытые раны. Я говорю, с муравей ползет, значит, пчела сядет, птичка садится на раны. Ну, села и это. С больного дерева, это же нормально. То есть, это все в природе. Ну, нельзя раны делать. Сейчас осень. Сейчас сотни, тысячи людей опять выпустили свои эти, правильно осеннюю обрезку. Последний фильм, который я увидел, хвалит саженец, за который надо морду бить. Открывает посылку, а там одни огрызки, и не замазанные ничем. И он его хвалит, говорит, ой, какой замечательный. Ну, я понимаю, тебе реклама нужна. Я понимаю. Ну, что ж я один саженец найти-то не мог. И вот тогда он сказал вот эту фразу, знаете, какую? У меня, я молодые купил, у меня молодые все погибли. То есть, погибли старые деревья, 20-30-летние. Но они везде погибли. За эти годы они везде погибли. Это эпидемия. Вот я говорю, а где вы брали? На рынке. Ну, тут уже и не надо, что никакой эпидемии. Как они могут пустить-то, когда на рынке это? Я же вам, помните, примеры приводил. Не смейте это, фотографировать, как на меня орало тогда это. Не смейте фотографировать. Не смейте фотографировать. Знаю, что привезла эти самые, то ли к Таджикске, то ли в Ульберске. А потом я пошел в Ингострах. Поехал, вернее. Вот. Прямо оттуда. Ну, после мастерской куда еще. Я в Ингострах. Вот. Подъехал. А ну как же, что? Мне заранее знали, что подъеду, документы готовы. За 5-10 минут фотографировала машину. И говорит. Вы знаете, у меня все саженцы с рынка погибли. Я говорю, ну что вы с ними делали? Ну как, что сделала? Я говорю, когда садили, обрезали хоть половину кроны? Нет. А это что, надо резать? Я только побелил, а тут е. Где брали эту? Сами развели звездку или как? Гасили. Нет, в магазине купила. А что на нее написано? А это самое? Краска побелась или как там? Ну все понятно. Своими руками угробила. Только я сел за руль, звонок. Это так у меня было, я почему издал вот этого, вот этого вебинара. Звонок. Челябинска. Значит. Вы знаете, я не знаю, что мне делать. Научите меня садить в сад. Я говорю, а что случилось? У меня погиб сад. Вы где живете? В Челябинске. Ну там теплее, там не должны сады гибнуть. А как погиб? Я читала, и вот эту фразу она произнесла. Я читала, и каждый год я делала поэтапную, слово я запомнил, поэтапную обрезку в течение пяти лет. Через пять лет все были мертвы. Пять лет она калечила. И она учится, что это первый год, второй год вот эти ветки, третий год вот эти. Все. И вот это все случилось, и так сложилось в течение одного часа. И тогда я сказал себе. Вот. Надо про это рассказать. Пусть эмоционально, но это и есть жизнь. Ну сколько может, а губи деревья. Вот. Ну вот это вот другой оперы. Значит, вы знаете, что фактически это сотрудник Сергея Железова и Чернобаев. Они вместе выращивают, они вместе копают, вместе продают. Так вот, я специально поехал в Чернобаево. Я уважаю. Ну что толку? Хоть он и художник, но галата у него такая, развитая. Он берет на моих глазах, я целый фильм снял, вы видели, многие видят фильм. Он берет не вилами, не лопатой, которая корни режет, а здоровенным ломом расшатывает, 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 расшатывает. То есть как бы понемножку отделяет от очень плотной земли корни. Ну а потом уже берет лопату и раз, и корней приличное количество. То есть столько, сколько, не меньше, чем сколько надо. А потом, знаете, как бывает, вот когда человек, вот видите, вот он родной, вот его адрес или как-то там, его погоняло или что это, вот. Он, значит, написал следующее. А не проще вилами сделать. А ты видел, каким огромным трудом здоровенный мужик расшатывал. Ни одни вилы, ни вот с этими тонкими этими, ни одни вилы не выдержат, бесполезно. Вот. А зачем было писать? Выставляете Чернобаева дураков, что ли? И меня, который стоял рядом с ним, и это, и хвалил, говорю, какой ты молодец умница, и какие прекрасные корни. Вот в таком этом, ну пробуй вилами. Когда вилами сломаешь, возьмешься залом.